Привет, друзья! Меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов, патологий и состояний с помощью нутрициологии. Сегодня мы поговорим с вами об очень важном органе, тот орган, который на секундочку наука еще не научилась делать искусственный. То есть есть искусственное сердце, есть искусственное легкое, но пока еще нет искусственной печени. Очень важный орган, и почему он важный? Он важный потому, что вот представьте себе, что у вас есть некий кран, из которого течет вода. И вот если эта вода, например, с запахом желтая, цветущая, то очень скоро тот водоем, в который она течет, тоже зацветет. И вот наш организм, собственно, именно так зависит от работы печени. И, конечно же, печени мы должны помогать. Я в конце ролика расскажу, почему на нее ложится сейчас непосильная нагрузка, только с одним небольшим нюансом. Я против чистки печени недельной или двухнедельной. Печень это тот орган, который работает каждую секундочку нашей жизни, вот с первого вздоха и вот до последнего, собственно. И поэтому мы должны заботиться о состоянии печени и, конечно же, ей помогать. Но ни в коем случае не заниматься недельными или двухнедельными чистками. Печень нельзя почистить. Почему? Потому что печень, собственно, ничего не накапливает. Печень обезвреживает и выводит дальше в кровоток, в кишечник. Поэтому чистить печень это, ну, такая себе идея. Давайте начнем с того, что такое, в принципе, детокс. Детокс – это обезвреживание токсинов. И теперь, следовательно, логично, а что же такое токсины? Токсин в переводе – это яд. То есть это то, что отравляет наш организм и токсином может выступать все, что угодно. Ваша еда, тот воздух, которым вы дышите, ваш стресс, недосыпы, например. Ну, то есть все, что угодно. Почему? Потому что токсины есть разных видов. Есть эндотоксины – это то, собственно, к чему наша печень расположена и как природа это придумала. Эндотоксины – это те вещества, которые вырабатываются в нашем организме в процессе жизнедеятельности организма. То есть это наши отработанные гормоны, например. Это та пища, которая должна быть выведена, потому что в пище также есть антинутриенты, даже в самой полезной пище. И вот этим как раз занимается печень. И это называется вывод эндотоксинов. Но то, к чему никак не готова была наша печень, потому что природа не могла этого предусмотреть, это то, что сейчас у печени огромная работа и нагрузка по выводу экзотоксинов. Экзотоксины – это все то, что извне. Если раньше, например, извне, конечно, к нам тоже попадали отравляющие вещества, то сейчас их стало просто в разы больше. Это экология наша, это выхлопные газы, это пластик повсеместный, это наши вот эти ремонты, резиновый потолок, резиновый пол, резиновые стены, это ваша елка, которая выбрасывает формальдегид. И даже если она не стоит красиво наряженная в углу, она лежит в антресоле или под кроватью. То есть и вот эти все экзотоксины – это тоже огромная нагрузка на печень. Гормоны – это тоже отработанные вещества нашего организма, они должны быть выведены. Все вещества, по сути вообще, практически все токсины, они жирорастворимые. А у печени есть несколько фаз детоксикации. И в первой фазе жирорастворимые соединения, гормоны в том числе, они превращаются в водорастворимые. И они должны зайти во вторую фазу, где будут обезврежены тоже определенными реакциями в печени. Так вот, когда гормон из жирорастворимого превращается в водорастворимый, он становится еще более токсичный и опасный, чем в том первоначальном виде, когда он, грубо говоря, был в жировой капсулке. И если печень не справляется со второй фазой детоксикации, здесь в принципе надо менять образ жизни и в принципе смотреть на то, каких токсинов в вашей жизни много. И разбираться с этим. Слушайте, логичный вопрос, который всегда мне задают, это «А как понять, что с печенью есть проблемы? А у меня вот там в правом подреберье что-то нехорошо и как-то побаливает?» На самом деле, возможно, я вас удивлю, но я вам скажу, что печень никогда не болит. Никогда не болит. У нее нет нервных окончаний, у нее нет болевых рецепторов, поэтому она не болит. В единственном случае вы можете почувствовать такие сигналы от печени, болевые я имею в виду, это когда она уже так значительно увеличилась, она начинает давить на капсулу, в которой есть нервные окончания. И вот тогда вы, возможно, почувствуете болевой симптом. Но обратить внимание на печень надо задолго до того, как она начнет у вас увеличиваться. Так вот, какие же сигналы посылает вам печень? Самый первый сигнал – это когда у вас есть подташнивание, головная боль, когда у вас нет энергии, не хватает энергии и мотивации. Потому что за все, за синтез любого вещества, например, для нейромедиатора, тоже отвечает печень. За количество витаминов в вашем организме тоже отвечает печень, мы об этом еще поговорим. Конечно же, это высыпание на теле. Высыпание любого характера, потому что когда у вас не справляется печень, кожа подключается по остаточному принципу, как орган детоксикации, который помогает печени. И, естественно, это красные ваши родинки, маленькие такие точечки, ангиомы или генгиомы. Ангиома – это когда нет шляпки, ну то есть просто точечка, а генгиома – это когда есть такая шапочка как бы. Это тоже уже сигнал от печени. И еще один такой неспецифический сигнал, который мало кто знает и на него не обращают внимания, это вы просыпаетесь по ночам. Дело все в том, что меридиан печени, он работает как раз где-то с 3 часов ночи. И вот когда вы просыпаетесь в 3 часа ночи, некоторые там в 4, вот это у вас будет печень. На самом деле уже пора обратить внимание на то, что где-то там она перегружена, с работой не справляется. Потому что работа печени и именно по ночам происходит. И вот в то время, когда вы спите, ваша печень как раз очищает организм, все там выводит, метаболизирует и так далее. Ну и, конечно же, еще такой момент – это варикоз и геморрой. По сути, это одно и то же состояние, которое просто локализуется в разных местах. И это как раз сигнал о том, что в вашей печени уже совсем-совсем трудно, плохо и надо обратить внимание не на чистку печени, а на то вообще, как вы можете помочь вашей печени ежесекундно выполнять свою работу правильно. Итак, мы с вами плавно подошли к тому, что же делать, какие правила есть. И самый первый момент – это, конечно же, сон. Вот как ни странно, потому что, когда мы засыпаем, все органы засыпают, дыхание приостанавливается, давление припадает, температура тела и так далее, печень в это время выходит на работу. И именно ночью она сначала детоксицирует все вещества, чтобы утром они были выведены с мочой и калом, а под утро она начинает зарабатывать вам энергию на следующий день, потому что все то, что мы съели за день, должно быть в митохондриях превращено в энергию. И это тоже будет зависеть от печени. Поэтому в первую очередь спать. Спать правильно. Для этого много есть пунктов, много моментов. Это отдельная тема для разговора. Но хотя бы, если вы спите в полной темноте и с 11 часов вечера, этого уже будет достаточно. Второе правило – это обязательное, постоянное, перманентное движение. То есть двигаться, двигаться, двигаться. Движение – это жизнь. И движение – это не то, что когда вы 3 раза в неделю ходите на тренировку. Если вы ходите 3 раза в неделю на тренировку, вы большой молодец. Но этого недостаточно для процессов детоксикации и для работы вашей печени, корректной работы вашей печени. Двигаться надо постоянно. То есть каждый час вы встаете и что-то делаете. Почему? Потому что, во-первых, вы не даете застаиваться кровотоку. Застойные процессы – это всегда воспаление. Воспаление – это всегда нагрузка на печень. Во-вторых, вы приводите в чувство вашу лимфатическую систему, которая служит канализацией нашего организма и в том числе работает как бы на пару с печенью, для того, чтобы в организме не оставалось того, что не должно оставаться. И только третье правило детокса – это минимизировать из продуктов питания все те вещества, которые нагружают печень. Конечно же, это, ну, как вы сейчас подумаете, это, наверное, алкоголь. Да, алкоголь, но он не на первом месте. На первом месте это сахар и углеводы. Это то, что реально ломает весь наш организм на всех уровнях. И, конечно же, это очень сильно вредит печени. Например, фруктоза, которая возведена у нас просто на пьедестал чуть ли не лекарственного средства. И это действительно так считалось на протяжении нескольких лет. Сейчас много исследований говорят о том, что фруктоза, она ничего не лечит. Она никак не поддерживает диабетиков. Наоборот, она приводит к жировому гипотозу печени, потому что если глюкоза, например, она нужна каждой клетке нашего организма, это быстрая, доступная и понятная энергия для нашего организма, то фруктоза, она не может быть метаболизирована, и она не нужна ни одной клетке нашего организма, и она напрямую летит на утилизацию в печень. И именно избыток фруктозы приводит к жировому гепатозу печени. Избыток фруктозы это все, что больше двух фруктов в день. Если вы, например, едите два фрукта, и вы думаете, ну я больше фруктозы не ем, но при этом у вас в рационе есть, например, мед, есть сиропы какие-то, ну то есть есть еще такие вещи, которые содержат фруктозу, это уже будет переизбытком, и вашей печени уже будет тяжело. Поэтому первое, за чем важно следить, это содержание сахаров, углеводов, в принципе особенно простых, и, конечно же, фруктозы. И поэтому, когда мне люди говорят, что овсяная каша это так хорошо на завтрак, наверное, хорошо, но если в вашей печени есть проблемы, если у вас есть проблемы с инсулинорезистентностью, если проблемы есть, например, с состоянием кишечника, то не так уж и хорошо овсяная каша на завтрак. И, конечно же, вылечить ей абсолютно ничего нельзя, это вообще глубочайшее заблуждение. Четвертое правило, это минимизировать токсическую нагрузку. Что это значит? Токсическая нагрузка это то, что нас окружает. Это, например, пластиковые наши стаканчики, пластиковая посуда, антипригарная посуда, ну то есть вот все то, из чего мы едим, потому что микро-микро-микро-микро частицы мы с вами, безусловно, получаем. И подтверждение тому, это вот недавно проведенные исследования, которые у нас в легких нашли микропластик. Это вот как раз вот эти наши ковидные два года, когда наденете масочку, пожалуйста. Микропластика очень много, он сильно вредит печени. Убираем всю пластмассовую посуду. И пятое правило, это не допускать дефицита витаминов и минералов, потому что печень непосредственно зависит от того, насколько много витаминов и минералов у нее есть для работы. А для того, чтобы не допускать дефицитов, нам с вами нужен отлично работающий желудочно-кишечный тракт, потому что именно он отвечает за усвоение витаминов и минералов и из пищи, и из БАДов. А для того, чтобы разбираться, насколько хорошо работает ваш желудочно-кишечный тракт, и как его поддержать и понять, в принципе, где неполадки есть, для этого у нас есть три бесплатных видеоурока. Ссылку на эти уроки я для вас оставила в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Друзья мои, в общем, посыл мой каков. Обязательно заботьтесь о здоровье своей печени, потому что это невероятно большое значение имеет для всего вашего организма и абсолютно для каждого процесса, который в нем протекает. Кстати, если это видео было вам полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, потому что для нас это очень важно. А с вами была Марина Жигульская и Школа Здоровья Ресурс. Я с вами не прощаюсь. До встречи в новых видео.